В отеле «Ривьера» прошла Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная актуальным вопросам женского здоровья от Минархии до Минопаузы. Организаторами выступили кафедры акушерства и гинекологии Казанского федерального университета при поддержке и сообщество ведущих специалистов, деятелей науки и практикующих врачей Республики Татарстан и Российской Федерации. На мероприятии были три ключевые секции – неотложное состояние в акушерстве, вопросы женского здоровья от Минархии до Минопаузы и научно-практический симпозиум по репродуктивной эндокринологии и эндокриногинекологии. Акушерские гинекологи – это как сейсмологи. Это люди, которые наблюдают за обширенной территорией, предугадать порой колебания крайне сложно, но когда происходит извержение, они происходят очень бурно и порой фатально, к сожалению. Но вместе с тем ответственность работника акушерской гинекологии состоит из трех основных вещей. Это, конечно, в первую очередь знание, внимание и быстрота реагирования. Три основных компонента, которые необходимы акушерогинекологу. В конференции приняли участие практикующие врачи, акушерогинекологи, анестезиологи, реаниматологи, эндокринологи и терапевты. Мороприятие прошло в формате непрерывного медицинского образования специалистов. Коллеги обменялись практическим опытом из рук в руки. Участникам было предложено прослушивание интерактивных лекций и просмотр мультимедийных презентаций. Ну, тема женского здоровья, она актуальна всегда, потому что женщина-мать, женщина-жена, хранительница домашнего очага – это всегда актуально. И всегда здоровая мама, здоровая супруга, здоровая дочь – это счастье в семье. Поэтому, с учетом того, что наш год – это год семьи, 2024 год он объявлен президентом Владимира Владимировича Путина, как год семьи, конечно, на первый план выступает сохранение женского здоровья, вот именно как хранительница домашнего очага. Женское здоровье во многих отношениях отличается от здоровья мужчин. Женский организм, его состояние и болезни отличаются от мужского в связи с уникальными биологическими, социальными и поведенческими особенностями. Всемирная организация здравоохранения определяет здоровье как состояние полного физического, психического, социального благополучия, а не просто отсутствие болезни и недугов. Поэтому здоровье женщин – это образец здоровья конкретной популяции. Валерия Исламуглова, Николай Осуховский, Универ Новости.